Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, пару дней назад устроил санкционированный митинг перед американским посольством. Причиной послужило то, что Ярослав оказался не согласен, что американский ютуб заблокировал его канал на этой платформе. Непонятно, зачем российскому патриоту иметь канал в американском ютубе, но мероприятие прошло хорошо. Поклонники Ярослава перед посольством США исполняли его самые знаменитые песни. После этого Ярослав отчитался в своих социальных сетях, что это, оказывается, он изгнал Джорджа Байдена с президентской гонки. В тот же день Ярославу дали звание заслуженного эротиста Российской Федерации. Это звание очень почетное, его дают людям, которые находятся в профессии не менее 20 лет. Но Ярославу удалось перескочить этот возраст и получить его в достаточно молодом возрасте. Так вот, наш свежезаслуженный уже успел снять новый клип, который называется «По народному душа на распашу». Ярослав вместе со своими парнями на старенькой победе, которая скрипит в кожаных штанах, которые тоже чего-то скрипят, приезжает на богом забытый хутор. В этом богом забытом хуторе все так, как в настоящей российской глубинке. Скучающие женщины с бидонами, которым Ярослав дарит корову одним подмигиванием. Мужики, которые валяются у колодца, и Ярослав дарит им от чего-то трактор в Беларусь. Мужик, который поколачивает свою жену, получает от Ярослава букет цветов. В итоге толпа шествует за Ярославом, который одним подмигиванием одаривает этих людей в забытой глубинке подарками. Аки за Иисусом Христом. Картинка в этом клипе абсолютно уникальная. Но еще уникальнее то, что на протяжении всей песни ни в одном куплете совершенно нету рифмы. Я простой русский парень, душа на распашку в белой рубашке. Такие рифмы может написать любой первоклассник. Но за это, оказывается, теперь дают звание заслуженных артистов Российской Федерации. Очень интересно, что такие мэтры, как Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, не имеют этого звания. Ну а чему тут удивляться? Не подросли еще поди до шамана.